Есть еще одна серия ресурсов, прочитайте, пожалуйста, комментарии. Вообще, комментариев сегодня неизмеримо больше, чем тексты, которые они комментируют. Библейские комментарии выходят каждый год. Пишутся новые, переиздаются старые. Один мой знакомый преподаватель, человек, которого я уважаю, очень уважаю, почти 20 лет своей жизни посвятил написанию своей главной книги. Трудом жизни этого человека стал комментарий на послание апостола Павла Кефесиным. Скажите, пожалуйста, сколько глав в послании Кефесиным? Шесть. Шесть. В послании Кефесиным шесть глав. В книжке, в этом комментарии, более 900 страниц и почти 20 лет жизни автора. То есть человек преподавал, конечно, у человека семья, у него дети выросли. Но днем, вечером, ночью он занимался одним и тем же. Он писал комментарии. Человек изучил все, что можно было изучить по этому посланию. Когда комментарий вышел, люди, писавшие по этому поводу рецензии, говорили, что на ближайшие 20 лет это будет стандартный комментарий на послании Кефесиным. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «на ближайшие 20 лет». Это значит, что лет через 20 выйдет еще один, который будет лучше, который будет подробнее, более современный. Но чтобы через 20 лет он вышел, когда должен над ним начать работать его автор? Да вот сейчас, совершенно верно. Вот это особенность библейских комментариев. Нужно сначала найти этот автор. Ну, Бог его найдет, если Бог хочет. Он уже где-то есть, я думаю, он уже даже пишет. Главное, чтобы он потом дельное что-то написал. Один из самых подробных, самых объемных комментариев на Священное Писание, на готовник, задачи авторов которого прокомментировать всю Библию от начала до конца, сегодня занимает уже более 60 томов. Каждый из этих 60 томов по размеру сопоставим с самой Библией. Например, комментарий на книгу «Бытие» занимает два тома. То есть, понятно, что комментариев много. Понятно, что те комментарии, с которыми мы привыкли сталкиваться, малюсенькие комментарии, наверное, в 4-5 томах, или даже комментарии Макартура, это, в общем-то, пока далеко не все. То есть, мир комментариев огромен, это целая индустрия, и иметь все комментарии не позволит ни места в квартире, ни деньги, ни жена, которая скажет, зачем тебе столько книг. То есть, здесь нужно проводить определенные разграничения. Что вам нужно из комментариев, что нет. Во-первых, прежде всего, прежде чем обращаться к любым комментариям, последовательность действия такая. Проведите время, достаточное время в библейском тексте. Понимаете, искушение бывает следующее. Вот, мне нужно готовиться к проповеди на воскресенье, с понедельника по пятницу у меня другие дела, в субботу хочется провести время с семьей, надо готовиться к проповеди. Так, что там такое у нас будет? Ага, вот я об этом буду говорить, хорошо. Смотрим библейский текст быстренько, смотрим два-три комментария, а, все, проповедь слепили, сваляли. Мы не пропустили через себя проповедь. Мы не дали Богу через нас работать. Мы не получили откровения, которые мы собираемся передавать другим людям. Мы будем кормить их чужой пищей. Извините за некую грубость, уже переваренной пищей, которую переварил за нас кто-то другой. Вот мы это будем преподносить в церкви и называть это духовным питанием. Потому что неужели мы за этим поставлены? Конечно, нет. Поэтому, прежде всего, мы проводим время в изучении самого библейского текста. Мы занимаемся тем, что наблюдаем над текстом, вычленяем его структуру, задаем вопросы. Дальше мы обращаемся к библейским словарям, мы обращаемся к симфониям, мы обращаемся к справочникам, чтобы найти ответы на эти вопросы. И в результате у нас получается интерпретация. У нас получается толкование. И вот потом, уже на последнем этапе, для того, чтобы проверить, не ушли ли мы в ересь, мы берем в руки библейские комментарии. Вот опять-таки, эта позиция, этот взгляд, это взгляд реформации. Сначала мы даем возможность Богу взаимодействовать с нами, обратиться к нам через Священное Писание. И уже потом, после этого, когда это взаимодействие с Богом, это общение с Богом произошло, мы обращаемся к комментариям, для того, чтобы понять, а что Бог сказал другим людям, что Бог сказал другим христианам. Тогда все начинается с нас и с того, что нам говорит Бог. И продолжается уже нашим, скажем, проверкой того, что мы накопали на опыте церкви. Теперь, какие бывают комментарии, как ими пользоваться? На слайдах этого нет, поэтому расскажу просто на словах. Официального разделения, вообще принятого разделения, классификации комментариев не существует. Поэтому то, что я скажу, это весьма условно. Во-первых, бывают комментарии текстологические. В текстологических комментариях автор говорит о том, что были такие-то рукописи, вот есть такие-то прочтения, есть такие-то прочтения. Скорее всего, верно такое-то прочтение. И иногда также комментируют, что это слово означает то-то, а это то-то. Яркие примеры таких комментариев это комментарии, которые выпускают на английском языке миссия перевода Библии Увыклифа. Эти комментарии выпускаются для переводчиков, которые призваны переводить Библию на другие языки. Чтобы перевести Библию на другой язык, переводчик даже должен сначала понять, что там написано. Ему неважно объяснять, что это значит. Ему нужно понять, что записано в оригинале. И вот комментарий и ставит перед собой такую задачу. Значит, различные версии, различные варианты и объяснение основных слов, терминов и так далее. Существуют комментарии толковательные, скажем так, толковательные. Цель которых истолковать Священное Писание. Иисус пришел в дом к фарисею. Такое случалось неоднократно, например, там-то и там-то и там-то. Такие-таки-то моменты. Что значит прийти в дом к фарисею? Какие были обычаи гостеприимства? Если к тебе пришел в дом человек, это что означает во времена Иисуса Христа, в библейские времена? Совершенно не то, что сейчас. Это гости, это важно, это серьезно. Я помню, когда мы приехали в Америку, в один из наших первых приездов, мы приехали в гости, мы опоздали, потому что самолет задержался на 5 часов. И вот нас принимают люди, у которых мы остановились, они американцы, а времени уже было часов в 9 вечера. И они повергли нас в легкий шок, потому что они нас встретили и говорят, вы знаете, ребята, вы опоздали, мы без вас уже поужинали. Вот залезайте в холодильник, что есть найдете, ужинайте, а мы спать пойдем. Нас это поразило, сейчас бы это уже не поразило, потому что я думаю, что и сейчас мы бы в Москве могли бы сделать то же самое по отношению к нашим гостям. А тогда мы ожидали другого. Ну, даже если они нас не дождались, они не скажут нам, ребята, вот вы с полета, с самолета, вот залезайте в холодильник, ищите там, что-то разогревайте и так далее. Мы ожидали, что нас накормят ужином. И первое ощущение было, слушай, какие-то негостеприимные хозяева, вот как так? На самом деле, их гостеприимство выразилось в том, что они допустили на свой холодильник и в свою микроволновку. А это, друзья мои, очень и очень серьезно. Я тогда залез в холодильник и говорю, ой, мороженое какое, буду мороженое. Вот их гостеприимство выразилось в том, что я мог съесть тогда это мороженое. Значит, хороший комментарий объяснит вам, как это было в библейские времена. Чего ожидали, чего не ожидали. Как было принято, как было не принято. Он истолкует текст. Есть комментарии богословские, богословские, в которых речь, прежде всего, идет не о событиях, а о богословских понятиях, о богословском контексте. Что значит вот это событие даже, допустим, в свете божественности Иисуса Христа или человечности Иисуса Христа. Какие богословские выводы можно этого сделать. Наконец, есть комментарии практические или пастырские, или даже проповеднические. Как это применять, как об этом проповедовать. Есть комментарии в которых вы берете этот комментарий и там идет, допустим, комментарий на седьмую уголову послания к римлянам. И начинается все с одного, двух каких-нибудь забавных случаев из жизни автора комментария. Комментатора. В богословских комментариях, в лингвистических комментариях такого никогда не увидите. В пастырских, проповеднических комментариях сколько угодно. Потому что пастыр или комментатор фактически записывает свои проповеди с примерами, даже с шутками, с какими-то цитатами. Тут возникает такое желание «О, великолепно! Вот я, если я проповедник, если я служитель, я возьму такой комментарий, вот и проповеди мне готовы». Проблемы здесь по крайней мере три. Во-первых, проблема честности. Да, это не ваши проповеди. Во-вторых, проблема того, что вы окормляете церковь уже потребленной и переваренной пищей. А в-третьих, проблема того, что в церкви или среди вашей аудитории вполне может найтись человек, который возьмет в руки тот же комментарий. Либо до вашей проповеди, либо после вашей проповеди, неважно. Он вдруг увидит, что то, что сегодня рассказывал пастор как случай из своей жизни, описано в книге, опубликованной лет за 30 до рождения того пастора, как событие, произошедшее с кем-то еще. В России пока такое бывает редко, на Западе такое бывает. И у пасторов бывают серьезные и серьезные проблемы. Но все на самом деле начинается с вопроса честности. Действительно ли я это накопал? Действительно ли Бог мне это открыл? Или я взял и списал проповедь у кого-то еще? Значит, комментарии. Пользуясь различными комментариями, вы увидите также, что авторы комментариев далеко не всегда друг с другом согласны. Например, вы открываете большой, серьезный комментарий на первое послание Коринфянам. И находите, что там говорится о первом послании Коринфянам 11 глава. А начало первого послания Коринфянам 11 глава это момент довольно сложный. Потому что там Павел говорит о покрывале. О каком покрывале? Нет, это 2 Коринфянам 3 глава. Кто-то должны покрывать головы. Да, покрытие головы для женщин. Там есть несколько объяснений, почему это покрытие важно. Как власть, как знак власти, что жене глава муж, муж глава Христос. И как для ангелов, что покрывает для ангелов. И вот большие комментарии, которые действительно пытаются ухватить все, что возможно, говорят, что по поводу 11 главы первого послания Коринфянам существует несколько десятков толкований. И потом комментаторы перечисляют эти толкования. Есть такое, есть такое, есть такое. И в некоторых комментаторах их авторы говорят я считаю такое-то толкование наиболее вероятным по такой-то и такой-то причине. Другие комментаторы делают короче. Говорят, есть несколько десятков толкований, но верно такое-то, такое-то, потому-то и потому-то. При этом другие толкования вам даже не даются. А в каком-то смысле выбирать комментарий это как выбирать себе костюм или платье. Вы приходите и меряете брюки, меряете пиджак. Вроде бы нормально, но не сидит на мне. Не смотрится. Неудобно я себя чувствую. Точно так же и с комментариями. Допустим, есть несколько авторов, это действительно здравые богословы, это евангельские богословы, это люди, приверженные авторитету Священного Писания. Но среди них каждый из нас найдет тех, кого нам проще всего понимать. как с проповедниками. Каждый из нас находит проповедников, все проповедуем Слово Божие, но каждый из нас находит проповедников, которых нам удобно слушать, через которых Бог к нам обращается, через которых Бог нам что-то говорит. Пару месяцев назад мы провели такой эксперимент, причем когда мы на этот эксперимент пошли, была некая неуверенность, надо это нам делать или нет. В нашей церкви, в Москве была серия проповедей по книге «Песни-песни», я вам про нее говорил, и мы записали эту проповедь, эту серию проповедей, причем там даже так, там в принципе 10 часов должно быть в этой серии, мы записали только 6 часов, не было больше времени. Мы записали ее здесь, в качестве такого небольшого пилотного курса, быстренько записали, быстро сделали, и вот моя проблема, когда мы это делали, была вот в чем, я говорю, слушайте, ну у нас есть уже курсы, причем большие, серьезные, авторитетные курсы по семейной жизни, вот нужно ли еще что-то? А потом мы поняли, что Бог через разных людей обращается к разной аудитории, и точно так же бывает и с комментариями, да, на одну и ту же книгу священного писания есть несколько комментариев, но вы найдете то, что для вас будет близко, знаете, как в старом фильме, главное, чтобы костюмчик сидел, да, вот этот комментарий, хороший комментарий, он будет сидеть как костюмчик, вы будете читать и соглашаться с этим автором, да и аминь, иногда вы будете с ним спорить, но вам будет интересно с ним спорить, а потом вы возьмете документальный комментарий другого автора, вы скажете, да, тут, конечно, все очень умно и очень мудро, но вот как-то меня не касается, и именно по этой причине я не буду отвечать на вопросы, что вы думаете по поводу комментариев тех или иных авторов, вот, ни на камеру, ни вне камеры на эти вопросы я отвечать не буду, точно так же, как не буду отвечать на вопросы, что вы думаете по поводу проповеди такого-то и такого-то, по поводу комментариев я скажу также, что есть старые комментарии, скажем, комментарии Баркли, это комментарии уже с историей, комментарии, что называется, с бородой, с определенным авторитетом. Они важны, они важны как классика. Среди них вы многого можете научиться. И есть также комментарии современные, комментарии современных авторов. Вот в общем-то, в любом случае, полезно иметь в своем арсенале и то и другое. И старые, испытанные, проверенные комментарии и комментарии современных авторов. А чтобы решить, пойдет вам этот комментарий или нет, просто почитайте его. Выбираете, допустим, комментарий на послание к римлянам. Вот вы читаете несколько глав и пытаетесь понять, как данный комментатор подходит библейскому тексту. И, наконец, мы с вами вышли в 21 век. Еще одно очень важное средство изучения Библии – это компьютерные программы. Надо понимать, что когда мы говорим компьютерные программы, речь идет не об особом новом классе инструментов, а скорее о новой форме представления того же материала. Ведь библейские комментарии, библейские справочники, симфонии – все это определенные инструменты, представленные на бумаге, на бумажном носителе. Компьютерная программа в этом плане ничего принципиально нового не несет. Это тот же библейский текст, это те же библейские симфонии, это те же комментарии, но представленные в современном варианте, на современном носителе. И вот этот современный носитель, собственно говоря, и производит ту революционную перемену, о которой мы сейчас с вами будем говорить. У нас появляется возможность иметь огромные библиотеки в очень компактном виде. А во-вторых, у нас появляется возможность быстро производить поиск в этих библиотеках. Любым инструментом надо уметь пользоваться, компьютерными инструментами тем более. Кому знакомо слово Яндекс? Всем знакомо. Кому знакомо слово Google? Всем знакомо. Кто знает, как использовать Google в качестве калькулятора? Там нужно сначала calculate написать и потом, соответственно, двоеточие, там есть синтаксис слой свой, да, и то выражение, которое нужно, значение которого вы хотите получить. Чтобы Google использовать в качестве словаря, получить определение слов, нужно написать define, двоеточие, и, по-моему, в кавычках то слово, которое можно определять, должны определять. У Google и у Яндекса есть язык запросов. Можно, например, искать строгое соответствие. Можно искать фразу, например, не слово и божье, а слово божье сразу. Можно разрешить учет форм слова, чтобы находить и божье, и божьего. Можно его не разрешить. Можно искать с операторами и или или, но не что-то. Например, написать такой запрос, чтобы найти все страницы, где есть слово Бог и Христос, но нет при этом слова Иисус. А это синтаксис запросов. Это элементарные правила пользования данными средствами, данными инструментами. От начинающих пользователей компьютера иногда можно услышать фразу, типа, у меня компьютер что-то не то делает. Значит, поймите, пожалуйста, что компьютер сам ничего делать не может. Если он что-то не то делает, то есть, собственно говоря, только два, три объяснения. Либо не то делает пользователь. Например, он нажал, поставил палец на клавишу, а отпустить забыл. Потом удивляется, почему компьютер вместо одной буквы А пишет пять букв А. Он что-то не то делает. Понятно, потому что клавиша, клавиатура это не подставка для рук. Либо ошибка в программе, что бывает довольно редко, либо у человека вирус завелся. Вот потому компьютер не то делает, но опять-таки он не сам не то делает. Значит, этими инструментами надо уметь пользоваться. Программных инструментов для изучения Библии достаточно много. Я думаю, этот скриншот вам знаком. Откуда это? Из какой поисковой системы? Яндекс. В рамках Яндекса есть такая служба, как поиск по Библии. Не имея вообще ничего на своем компьютере. Вы можете сделать запрос, именно запрос по Библии. Причем с Яндексом интересно вот что, чтобы вам было понятнее представление. Была компания, которая называлась ComTech. Компания ComTech работала еще в середине 90-х годов. Она разрабатывала систему поиска, приспособленного специально для русского языка. Задача была в том, чтобы этот поиск учитывал формы слова. Например, падежи существительного или прилагательного, формы глагола и так далее. Один из первых, более-менее популярный продукт, который эту систему поиска в себя включал, на котором эта система поиска была разработана, назывался библейский компьютерный справочник. Я не могу сейчас вам его показать, потому что продукт старый. Я уже на современных машинах его даже ставить не пытался. Но там была Библия, по которой можно было проводить такой поиск с учетом форм, с учетом морфологии. И потом эта система, отработанная на Библии, была применена ко всему Рунету, соответственно, дальше ко всей русской части интернета. Вот такой поиск. Поиск, как выяснилось, очень-очень хороший, очень серьезный. Вот библейский компьютерный справочник. В общем-то, библейская программа была родоначальником современной системы Яндекс, которой мы все пользуемся. Цитату из Библии, наверное, знают все или многие из вас. Это библейская программка, называется Bible Quote, цитата из Библии. Если у кого нет, можете легко списать. Она, правда, давно не обновлялась. Проблема в том, что вот эта софтинка очень давно не обновлялась, а зря. Ее можно скачать, в частности, с сайта jesuschrist.ru. Опять-таки сайт, который знаком многим из вас. Программа эта бесплатная. В программе есть большое количество модулей. Причем модули сделаны в виде открытых HTML файлов. То есть у вас есть возможность добавления новых модулей. И эти новые модули периодически добавляются. Сейчас уже есть версии Библии не только для компьютеров под Windows, но также и для мобильных телефонов. Значит, опять-таки, это бесплатно. Большую часть вот таких исследований, серьезных исследований, можно проводить с помощью бесплатного программного обеспечения. Например, ответ на вопросы, связанные с симфонией, можно получить очень быстро. Причем привязать это все к исходным языкам. Аннотацию к Библии можно сделать очень быстро. Вы делаете аннотацию прямо в программе. Единственное, о чем нужно помнить, это о резервном копировании. Чтобы когда у вас компьютер в следующий раз перестанет работать, чтобы ваши данные вы при этом не потеряли. Но я надеюсь, что вы, пользователи, грамотные. И резервную копию вы делаете хотя бы раз в неделю. Я на это очень надеюсь. Поэтому у вас никогда ничего не теряется. И вот это что касается бесплатного программного обеспечения. Но существует целый пласт платного программного обеспечения. Да, бесплатные есть и другие. Вы можете найти библейские программы. Даже на том сайте Jesus Christ.ru есть такой раздел. Можете спросить у друзей и знакомых о библейских программах. Существует целый пласт платного программного обеспечения. Прежде всего, конечно, это надо специалистам, преподавателям, студентам. В России по разным причинам даже те программные продукты, которые были, которые пытались люди разрабатывать и делать их платными программными продуктами, они не прижились. В частности, потому что мы привыкли делиться. А когда мы делимся программным продуктом, мы при этом не делимся финансовыми благословениями с его разработчиком. Ну и когда мы не делимся финансовыми благословениями с его разработчиком, разработчик перестает делиться с нами своим продуктом. Тут все очень просто. А на Западе таких продуктов много. Например, сайт www.logos.com. Это, пожалуй, одна из лучших электронных систем в христианской библиотеке. Книги можно покупать на DVD-дисках, можно качать, устанавливать на свой компьютер. Там есть хитрый достаточно процесс авторизации. В этом формате уже несколько тысяч христианских книг. Причем они печатают лучшие. То есть лучшие энциклопедии, лучшие справочники, лучшие комментарии. Вот эти серии многотомных комментариев. Они все печатают в своем формате или издают на компьютере в своем формате. И эта система полностью интегрирована. Что позволяет вам сделать Logos? Платная система. Вы вводите библейский фрагмент и нажимаете кнопку «Вперед» или «Поиск». И на экране перед вами сначала переводы. Сначала этот библейский фрагмент в оригинале. Потом переводы этого фрагмента. Причем переводов много. Вот столько, сколько вы установили, столько он вам покажет. Потом возможность словес пословного разбора. Вы можете мышкой провести над каждым словом. Вам покажут, как это слово звучало в оригинале. Какая это форма. Вам покажут определение по нескольким словарям. Еще один щелчок мыши. Это поиск данного слова по всем другим книгам Библии в оригинале. Или даже по всем другим произведениям греческой литературы вообще. И небиблейской литературы тоже. Вот работа, которая раньше занимала дни, недели, а то и месяцы исследовательского труда, делается сейчас практически моментально. Дальше вам покажут цитаты из отцов церкви. Что отцы церкви думали по поводу этого фрагмента. Вам покажут цитаты из современных комментариев. Причем на любое из них вы можете щекнуть, получить более конкретный, более полный текст. И вам покажут ссылки на форумы, где с другими пользователями вы это слово, этот фрагмент, этот стих можете обсудить. Вот, понимаете, то, что можно сделать с помощью таких систем, не поддается описанию. Но это, друзья мои, профессиональные системы. Это профессиональные инструменты. Стоимость таких профессиональных инструментов начинается от 5-6 тысяч рублей. Ну, а верхняя граница, она не определена. Она не определена. Она зависит от того, сколько вам надо, сколько вы можете себе позволить. Ну, в общем-то, десятки тысяч долларов это вполне может стоить, ну, если вам действительно много надо. Хотя это много, на самом деле умещается на несколько девяти дисков. Или, допустим, даже на один-два блюрей-диска. То есть вы можете все это очень-очень компактно переносить. И все это также интегрировано. Вот, по поводу компьютерных средств исследования Библии. И мы делаем десятиметный перерыв. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok